Аллаху Алька Аллаху Алька Вечернее разговение начинается с молитвы. Ахмед Халилов каждый день в течение Рамадана приходит в мечеть на ритуал вечернего разговения. Ведь за коллективную молитву вознаграждение дается многократно. И в семье Ахмеда к религиозным традициям приучают с самых юных лет. У нас как бы с 7 лет, дети уже как бы обучают, что это там. И к годам 10 уже они как бы сами самостоятельно хотят держать. Ну, день-два. Ну, у нас обычно взрослые держат 30 дней. А так день-два-три могут вот так держать. В течение месяца Рамадана мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Но пост – это не просто время ограничений, это время борьбы со своими страстями и пороками. В течение всего Рамадана нужно сдерживать гнев. Больным детям и старикам соблюдать гастрономический пост не обязательно, ведь главное – это духовное развитие. И по истечению месяца Рамадана человек уже должен выйти совсем другим, меняться в лучшую сторону, контролировать себя, свои мысли. Человек учится контролировать себя при гневе. И если человек изменился в лучшую сторону, значит он провел месяц Рамадан должным образом. Есть особые правила и для тех, кто по каким-то причинам не может в Рамадан соблюдать пост. Согласно Корану, совершение благих дел в эти дни считается особенно важным. Потому в этот месяц у мусульман существует особый вид пожертвований, которыми они восполняют свое непослушание. Где-то в целом у нас собираются около 200 тысяч. И в течение года мы раздаем нуждающим. Кто там в больницу попал, кому-то там было несколько пожаров у человека, мы помогли. Именно нуждающим эти деньги мы раздаем. Именно только в месяц Рамадан вот эти деньги собираются. Завершится месяц Рамадан в этом году 14 июня. Праздничная молитва во Владимирской мечети пройдет вечером 15-го. В этот момент будут сняты все ограничения поста. И у мусульман наступит три дня праздника, которые будут сопровождаться уже пышным разговением.